Уважаемые представители, уважаемые коллеги, разрешите представить наш доклад, посвященный суперселективной химимизации опухоли и основания черепа. Небольшой летобзор. Современные методы развития клинической онкологии характеризуются совершенствованию организации диагностики лечения опухолей, что обеспечит возможность применения органосохраняющего лечения. В связи с этим органосохраняющий функционально щедящее лечение становится приоритетным научным и практическим направлением клинической онкологии. Дальнейшее развитие этого направления, связанное с внедрением высокоточных медицинских технологий, поставило перед онкологом задачу расширения возможностей метода улучшения результата лечения реабилитации больных, в том числе путем разработки щедяющих хирургических методик. Обухоль и основания черепа составляет небольшой процент, 2-5% от всех новообразований, но еще значимый процент от всех экстраинтракронарных обухолей. Общее число таких больных имеет неуклонную тенденцию к роста. Это обусловлено, в первую очередь, повышением доли злокачественных новообразований ввиду увеличения продолжительности жизни и популяции развитых стран. По данным указанных авторов, за последние 15 лет заболеваемость в ракове в связи с оболочкой полости носа, глотки, гортани возросло 15-17%. Около 90% этих людей работоспособного возраста 30-60 лет. Несмотря на так называемую визуальную локализацию данных новообразований, 60-70% больных поступает в лечение местно распространенным опухолями 3-4 стадии. Силу биологической агрессии неопластического потенциала, опухолевого патоморфоза, распространенности на нескольких регионах, вторичное поражение основания черепа, приобретающегося в злокачественном характере роста. Это опухолевое поражение нескольких анатомических регионов, грубое увеличение, неопластический процесс черепомозговых нервов, магистральных сосудов, интеркрайневого распространенного образа с компрессией тканей головного мозга, затрудняет выполнение радикальных хирургических вмешательств с удалением пораженной ткани в едином блоке. Такие хирургические вмешательства не только могут обусловить выраженный неврологический эффект, но и ведут к образованию обширных крайнефациальных дефекций, что иногда несовместимо с жизнью. И из этого мы поставили перед нами следующую цель – улучшение результатов лечения больных с новообразованием основания черепа путем разработки оптимальной тактики комплексного применения суперселективной химимболизации гипосферами, адсорбированным противопухолевым препаратом. Из этого исходили следующие задачи. Разработать рациональную методику суперселективной эндоваскулинарной эмболизации оптимальной основания черепа, гипосферы плюс противопухолевый препарат. Оценить эффективность интерартериальной суперселективной эмболизации микросферами, адсорбированным противопухолевым препаратом при разных типах оптимальной основания черепа. С 2012 по 2016 год у нас находилось под наблюдением и пропижено 92 пациента. Назофарингеальный рак 42, рак верхней челюстной фазы 36, метастазмиланома полосе носа 14. При назофарингеальном раке после химимболизации 90-100% случаев оптимальная уменьшалась более чем на 50%. Им не проводилось хирургическое лечение. В основном эти больные к нам поступали с кровотечением. В всех 100% случаев удавалось остановить кровотечение из опухолевых тканей. В последующих всем больным выполнялась общая химия и лучевая терапия. Через 2 месяца проводилось контрольное КТ и МРТ. Исследование во всех случаях наблюдений отмечалось той и иной степени некроза опухолевых тканей. В 6-ти наблюдений через 6 месяцев отмечался рецидив, в котором проявлялось кровотечение. Этим пациентам проводилась повторная химимболизация. Низкая дистанция на раке носоглотки. Интенсивно накапливается контраст. Что-то не показывает. Здесь была собственная сосудистая сеть опухоли. Выраженная собственная сосудистая сеть опухоли. Которая выполнена эмболизация. После эмболизации через полную редукцию собственности сосудистой сети опухоли. Через 2 года после эмболизации отмечалось 50% уменьшения опухоли. И при контрольном исследовании накопление контрастного препарата не отмечалось. Более раком верхней червистой пазуха 36% поступали в основном носом кровотечении. После эмболизации удавалось на всех случаях остановить кровотечение. При эмболизации опухоли 70% в наблюдениях через 6 или 10 месяцев после эмболизации и курса общей химии лучевой терапии. Опухоль ткань не визуализировалась. При полиэфферентном питании через 6-10 месяцев после химии эмболизации отмечалось уменьшение опухоли и ткань более чем на 50%. С умеренным накоплением контраста. Таким больным проводилась повторная химия эмболизация. Курс общей и лучевой терапии. Ну, тут очень интересные были слайды. К сожалению, слайды почему-то не перешли. Низкодифферентный рак верхней червистой пазухой с простанием левой половины носа. По данным КТ и МРТ, это все было подтверждено с накоплением, выраженным накоплением контрастного препарата. Петя Браилович, если снимков нет, может быть пропустить тогда эти клинические примеры? Нет, в том-то деле, конечно, они ничего не перешли, не знаю, но на флешках они есть. Удивительно. Собственная сосудистая сеть опухоли в основном питается из ветвей верхней червистой артерии. По стимболизации остаток культа верхней червистой пазухой, Собственная сосудистая сеть не визуализируется. Через 10 месяцев полный регресс опухоли верхней червистой пазухой. Все болезни с метастазом полость носа и гаммору пазухой Поступали с носовым кроветечением и проводилась химиоболизация гипосферных химиопрепаратов. Сразу после операции отмечалось прекращение кровотечения. На 7-10 день после эмболизации начиналось отхождение некротизированных фрагментов опухоли ткани. В результате восстанавливалось носовое дыхание. При контроле КТ и МРТ исследований через 2 месяца опухоли ткани полость носа не визуализировалась. Рак метастаз меланома полость носа, выраженная сосудистая сеть опухоли, составленная после эмболизации, сосудистая сеть опухоли визуализируется. Через 2 месяца на КТ исследованиях метастаз также визуализируется. Метастаз рака почки полость носа, больная в 2013 году была прооперирована в ангодиспансере, поступила в Мариинскую больницу с выраженным особым кровотечением. Им не удалось остановить кровотечение, перевели к нам в институт. И к нашему удивлению, оказывается, в 2003 году больной были перевязаны наружные сонные артерии с двух сторон. Больную собрать анализ не удалось, потому что она к нам поступила уже интубированно с Мариинской больницей. При ангиографии с левой общей сонной артерии выявляется перевязка наружных сонных артерий. Ангиография с права также перевязана наружные сонные артерии. Но, если обращать внимание, отмечается кровооснабжение опухоли из коверной нозой части внутренней сонной артерии. Выполнена ангиография из вертвиновазиллярного бассейна. И, смотрите, отмечается выраженное кровооснабжение опухоли в ткани через гипертрофированные кожно-мышечные ветки позвоночной артерии. В позвоночной артерии дренируется затылочная артерия, а через затылочную артерию питается опухоли в ткани. Эту больную мы выполнили, как бы, так называемую гибридную операцию. Открытым путем мы осуществили доступ к наружной сонной артерии, высшей перевязке и выполнили суперсидентивную эмболизацию. Кровотечение прекращено, на 10-й день больная выписана в удовлетворительном состоянии. Из заключения предоперационного внутрисосудия с эмболизацией гиперосклюзированных образований позволяет облегчить ход оперативной вмешательности, снизить его травматичность и видеть большие кровопотери. Не секрет, что при удалении без эмболизации этих опухолей происходит выраженное массивное кровотечение. Кровопотера составляет от 3 до 5 литров крови. Методикой эмболизации гипосферы 25-50 микрон и противопухолепрепарат может быть применен для лечения образа, как самостоятельное лечение. И по словам Валаваница, любая опухоль и ткань, которая имеет выраженную сосудистую сеть, она первым этапом должна быть эмболизирована. По следующим решен вопрос, удаляется хирургически или не удаляется. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Саня Джабрилович. Очень интересное сообщение. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. У меня вот какой вопрос. Какой средний промежуток времени был между химиомболизацией и последующей химиотерапией у пациента? Ну или таргетной терапией? Значит, мы больные выписывались с рекомендацией на 10-15 день провести курс химио-лучевой терапии. Но многие больные после, в основном у нас на 5-7 суток выписывались, выписывались в предсостоянии. Они как-то сами уже решали, когда пойти на химио-лучевую терапию. Многие выходили на 7-8 суток после операции на работу. Поэтому в основном рекомендовано на 10-е сутки. Почему на 10-е сутки? Потому что в первые недели у больных возникает болевой синдром на фоне ишемии, опухолевой ткани и оттека. К 10-му сутки эти симптомы проходили. Понятно. Спасибо. Еще вопросы? А, пожалуйста. Скажите, какие цитостатики вы использовали? В основном используют доксирурбицин. Потому что полистирол и эмболь гидрофильные, они очень впитывают доксирурбицин. И в последующем доксирурбицин хороший эффект оказывает для блокировки развития дополнительных опухолевых сосудистых сетей. Останавливает процесс ангиогенеза. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а в каком возрастном диапазоне находились пациенты, которым вы применяли этот метод? Возрастной? Да. Самый старый больной у нас был 85 лет, а самый молодой 17 лет. У детей вы еще не применяли, да? Детей, дети у нас есть, но они не вошли в эту группу, потому что они в другом докладе. В эту группу дети не вошли. Понятно. Спасибо.